Это все-таки другой уровень оснащенности вооруженных сил и другие социальные гарантии для военнослужащих. И это самое главное. Я всегда говорил и здесь еще расскажу. Вооруженные силы это, безусловно, и прежде всего сами люди, военнослужащие, которые имеют необходимый набор социальных гарантий. И это современная техника. Вот при наличии этих составляющих, та реформа, которая сегодня идет, она будет весьма и весьма полезной. Я в этом уверен. И еще раз хотел бы поблагодарить вас за службу и выразить надежду на то, что все то, что мы делаем, принесет свой результат. Рад поздравить всех присутствующих со знаменательным событием, открытием 20-й Московской международной выставки-ярмарки. 30 лет назад, когда все начиналось, этот форум был организован под специальным девизом «Книга на службе мира и прогресса». И его главной целью стало знакомство всех, кто интересуется книжными новинками, обмен идеями и культурными достижениями. За 30 лет своего существования Московская выставка-ярмарка прочно заняла свое место в ряду ведущих книгоиздателей «Планеты» и в графике соответствующих издательств. Только в этом году в ее работе участвуют более 70 стран. И что особенно важно, она стала настоящим праздником для сотен любителей книги. За прошедшие годы по отрасли очень многое изменилось. И сегодня Россия, очень отрадно отметить, входит в число крупнейших книгоиздательских стран мира. Ежегодно сегодня, это для нас приятная цифра, мы выпускаем до 100 тысяч новых наименований книг. Причем, по оценкам специалистов, хотелось бы в это верить, такая динамика сохранится на ближайшие годы. Однако, дело, конечно, не только в количественных показателях. Исключительно важно, что роль книги поднимается в обществе. И книга остается основным источником для получения знаний огромного числа людей, прежде всего молодежи. И очевидно, что такая тенденция должна сохраниться. Мы обязаны предпринять все усилия для того, чтобы существующая сегодня ситуация развивалась только в позитивном направлении. Несмотря на электронный бум, несмотря на развитие глобальных коммуникаций, книгу не заменит никакая другая субстанция, никакая другая система знаний. Сегодня книга нуждается в особо бережной поддержке. И уверен, что традиция ярмарок будет продолжена. И она будет вносить весомый вклад в пропаганду книги как человеческого явления. Символично, что юбилейная 20-я московская выставка-ярмарка проходит в год, который объявлен годом русского языка. И в настоящее время очевидно, что эти события гармонично взаимодополняют друг друга. Дорогие друзья, сегодня в рамках года Китая в России почетным гостем московской книжной выставки-ярмарки стала Китайская Народная Республика. Сегодня Китай признанный лидер книгоиздания. И мы понимаем, что присутствие Китая в этом году на нашей книжной выставке-ярмарке имеет и особое межгосударственное значение. Для посетителей выставки открывается такая беспрецедентная возможность познакомиться со всем многообразием книг, которые издаются в Китае, с новинками китайской литературы, познакомиться с ведущими китайскими писателями, принять участие в творческих встречах, семинарах, подготовленных нашими коллегами. Напомню, что в прошлом году мы имели удовольствие участвовать в пекинской книжной ярмарке. И я уверен, что вот такой статус и высокий уровень представительства помогут укреплению прямых связей между нашими народами, между издателями двух стран, увеличению количества книг, которые появляются на русском языке в Китае и китайских авторов в России. В целом, эта выставка будет содействовать просто дополнительному обмену культурными артефактами, культурными явлениями между нашими народами. Хочу пожелать китайским издателям успешной презентации своих книг в Москве, а их российским и зарубежным коллегам больше новых и интересных произведений. Желаю всем гостям фестиваля интересных встреч и плодотворного общения на книжной Ниве. И пусть каждый из пришедших в этот день и в эти дни в целом на ярмарку получит представление о многообразии книжного мира, найдет свою книгу среди огромного количества новинок, которые здесь представлены. Еще раз хотел бы благодарить наших китайских коллег и поздравить всех нас с этим знаменательным событием. Погода благоприятствует, так что в добрый путь. Поздравляю вас! Победа и триумфа и успеха второго президентского срока Дмитрия Антольевича Медведева, пустосрана партийного проголоса Дмитрия Антольевича Медведева, Владимир Владимировича Путина, партия «Ина Россия». Победа и триумфа и успеха второго президентского срока Дмитрия Антольевича Медведева, пустосрана партийного проголоса Дмитрия Антольевича Медведева, Владимир Владимировича Путина, Сергей Евгеньевича Нарукина, на председательстве «Тераклассовской сярухи Кирилла». Победы три ужина по йони с первой Шаровой Флитенко островом Дмитрия Антощича Витведьева. Прямо проективно проговорит Дмитрия Антощича Витведева, вовğaчая к Рудина, Партии,한�гей. По поводу Тодянина, Сергея Деменса, Нарышкина, Сергея, нер ищем ил штриховым еще. Мощными насадами Нагинарми и гран zal Тодино, одни вовремя, и сотрудничества Муртина, Григорий coincide и троих. Вы всегда вернулись Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, почти 200 лет Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok